Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии Стражи Порядка, два человека обналичивали деньги клиентов, получая за это определенный процент от сделки, заработав таким образом больше трех миллионов рублей. Кроме того, полицейские заподозрили, что одна из задержанных похитила два миллиона у строительной фирмы, не выполнив перед ней свои обязательства. С деталями Рамиль Шайдулин. По предварительной версии, два человека, мужчина и женщина, незаконно обналичивали денежные средства своих клиентов. За каждую транзакцию они получали определенный процент от общей суммы сделки. Полицейские подсчитали, таким образом подозреваемые заработали свыше трех миллионов 170 тысяч рублей. В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания, сотрудники полиции обнаружили и изъяли оргтехнику, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские выявили еще один преступный эпизод. По версии сражей порядка, 40-летняя жительница Казани похитила свыше двух миллионов рублей у одной из строительных фирм, обещав им купить на эту сумму сварочное оборудование. Следственной частью ГСУ МВД по республике Татарстан по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, это незаконная банковская деятельность, и статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде второму задержанному изберут меру в ближайшее время. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Вызов 112.